Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули, любители фастфуда и вредной еды. Добро пожаловать! Сегодня мы с вами будем кушать KFC. Здесь картошка. Мне кажется, у них произошел какой-то ребрендинг или я не знаю. Но картошка стала более толстая и вкусная. Соус у меня остался от конкурентов. Это Макдональдс кисло-сладкий. В прошлый раз, по-моему, вчера снимала или поздно вчера снимала. Два заказала, один остался. Сейчас будем сюда макать. У меня были бонусы. Это все мне обошлось за три моната. 132 рубля. Я решила побаловать себя. В общем, сегодня я хочу обсудить с вами тему, которую мне отправила подписчица. В комментариях одна девочка мне написала. Айка, как тебе такая идея, что подписчики рассказывали свои истории в инстаграме тебя? А мы с вами их разбирали. Но, естественно, кто не против? Вот здесь одна девочка написала свою историю. Вообще часто мне пишут. Просто я не знаю, какие темы стоит обсуждать и какие нет. Иногда девочки рассказывают подробно там истории своего изнасилования и так далее. Не знаю, насколько это будет приятно слушать во время мукбанка. Это у нас твистер. Я так соскучилась по Коле. Давайте сначала откроем. Моя подруга всегда покупала Кока-Кола Зеро. Типа там меньше калориев, но она не настолько вкусная, как обычная классическая. Айка, привет! Очень бы хотелось услышать твое мнение. Тут дело такое, что я не особо горю желанием заходить в колледж. Родители заплатили уже за год 90 тысяч. Мне, честно, очень будет стыдно уйти. И тупо у человека будет угрызение совести. Давайте вкратце вам так расскажу. Родители уже заплатили за колледж 90 тысяч. Она не хочет туда. Сама не знает, чем заняться. Возможно, акциями, макияжем. Прическами и так далее. Стоит ли доучиваться, идти в колледж за то, что уже заплачено, или все-таки лучше идти вслед за своей мечтой? Лично я вот скажу тебе честно, когда поступала в универ, я тоже не хотела поступать. Я хотела пойти учиться на парикмахера или на визажиста. Я прям горела желанием. Я бы не сказала, что я была какой-то профи в этой области. То есть у меня хорошо получалось красить себя. Или я репетировала, крася маму. Но сфера красоты, по мне, она кажется простой. На самом деле, это искусство. Я это понимаю чисто на себе. Вот я столько лет себя крашу. Но минимум лет пять я себя точно каждый день крашу. И что? Получается ли это у меня? Мне кажется, торопиться бросать в колледж не стоит. Тем более ты уже заплатила за него. Точнее, родители заплатили. И это тебе не мешает параллельно обучаться визажу. То есть совмести то и другое. Вот реально я, с одной стороны, так благодарна Ютубу. Столько всяких туториалов. Просто моли. Хочешь выучить английский, пожалуйста. Тебя бесплатно научат. Ты просто просмотришь рекламу. То есть, если есть желание, можно это совместить. Но не обязательно бросать колледж, за который уже родители заплатили. Эти деньги невозможно вернуть. А может быть ты поймешь, что вот эта вот все сфера красоты, это совершенно не твоё. А что тогда делать? Сейчас я, например, благодарна своему отцу, что он меня отговорил поступать. Моя бы воля, я просто пошла бы, я отучилась на парикмахера или на визажиста. Сейчас вот сфера красоты. Здесь тоже дофига конкуренции. Конечно, если у тебя хорошая реклама, если у тебя хороший инстаграм, у тебя есть клиентская база, то это да, крутая профессия. Как-то у меня двоюродной сестры была свадьба, и к жене двоюродного брата пришла визажист. И она её так круто накрасила, так обалденно. Заплатила всего 1100. Она пришла к ней домой, её накрасила и ушла. Всего за 1100. И она бы жаловалась, что у неё в месяц где-то таких клиентов 4-5. 1100 умножаем на 4-5, но это просто смешные деньги. Поэтому вот у девушки есть талант, но просто она не умеет особо, знаете, пользуется соцсетями, красиво фотографировать свои работы. Но я просто видела её работу в жизни. Очень круто сделал макияж. Мне вот здесь, у нас в Азербайджане, очень не нравится. Делают такое яркое контурирование, такое ярко выраженное. Мне, например, в 80% случаев не нравится, как у нас здесь красят. Я согласна, я тоже не профи. Но мне больше нравится, как это всё выглядит, когда накрасила я. Я не люблю, когда на лице очень много тона. Смотрится, как маска. Но сейчас не об этом. Если родители уже заплатили за колледж, отвечая на вопрос моей подписчицы, я бы пошла бы в колледж. Если мои родители уже заплатили эти деньги и параллельно занималась любимым делом. Может быть, это любимое дело вообще не твоё. То есть ты, например, начнёшь этим заниматься, поймёшь, что это сложно, у тебя не получается, тебе не интересно. Тут непонятно. Всем почему-то кажется, сфера красоты тот же самый ногтевой сервис, не знаю, наращивание ресниц. Всем кажется, что это так легко. Вот я не училась нигде. Пойду делать реснички. У меня двоюродная сестра. Она жила всю жизнь в деревне. И она, казалось бы, очень талантливая девочка. Приехала в город, жила у нас. Просто в салоне она работала как бы помощницей. Сначала была ученицей, прошла курсы, потом просто работала помощницей. Вроде более-менее всё научилось. Но всё равно, знаете, на таком супер профессиональном уровне сделать какую-то прическу у неё лично не получалось. И вот ей тоже вначале казалось, что это легко. Опять же, я никого не отговариваю. Мне как-то всё равно, по большому счёту. Просто все почему-то обесценивают труд, например, визажист. Или просто называют, да, она маникюрщица. А ты попробуй нарисовать рисунки, которые рисует она на ногтях. Ты попробуй на альбомном листе нарисовать. Или так аккуратно накрасить ногти. То есть у меня особое отношение к девочкам, которые занимаются сферой красоты. Есть, например, сферы, которые кажутся сложными. Например, моя сфера. Мама, когда видит мои документы, там, не знаю, рабочие моменты, так поворачивается ко мне и говорит, Айка, какая ты у меня молодец. Вот как ты в этом во всём разбираешься? Это же так сложно. Я-то понимаю, что здесь ничего сложного нету. А есть такие сферы? Наоборот. Они реально сложные, но они кажутся вообще простыми. Ну, я не знаю, может, у меня руки не из того места растут. Возможно, я в этом плане не талантливая. Но я элементарно не могу одинаковые две стрелки нарисовать себе, не то что кому-то. А ещё эти возрастные макияжи, это вообще очень сложно. Иметь несколько профессий, это всегда хорошо. Была у меня одноклассница. Она, как и я, экономически закончила. Но она ещё параллельно очень любила шить, просто на любительском уровне. Шила себе там какие-то юбочки. У неё такая профессиональная швейная машинка была. Ну, то, что там оверлог можно делать, всё такое. Не то, что доисторически, как у нас у бабушек были. Там спортивные костюмчики себе шила. Всё, что хочет, она шила себя. Я всегда у неё спрашивала, говорю, зачем шить эти? Всё можно купить. Всё стоит в магазинах копейки. Она говорит, так я шью не такие вещи, которые в магазинах стоят копейки. Она покупала очень качественные ткани. Я хорошо шила модельку и просто годами потом носила. А я сейчас чисто случайно откнулась на неё в инстаграме. Она открыла страничку. У неё ещё в тиктоке есть страница. Шьёт и продаёт. Конечно, дороже, чем в магазинах это всё стоит. Но зато и качество. И, понятное дело, что это ручная работа. Вы тоже обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Но мне кажется, получать, например, две профессии одновременно. Ничего плохого в этом нету. Можно совмещать. Я же, например, совмещаю. У меня есть основная работа, есть ютуб как хобби. Но при этом я тоже с ютуба хорошо зарабатываю. Булочка, это, кстати, не очень вкусная здесь. Начинки очень мало. Это как хот-дог, просто со стрипсом. Булочка как будто какая-то искусственная. На этом всё, мои хорошие. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую.